Современная молодежь знает о первомайских демонстрациях разве что из интернета, а вот старшее поколение не понаслышке. Сегодня формат празднования 1 мая существенно изменился, зато этот день не утратил своего значения и, что немаловажно, остался выходным. Уверен, уверен, что праздник труда должен способствовать объединению нас, единению нас, белорусов. Он должен способствовать укреплению мощи нашей страны, экономической мощи нашей страны и должен способствовать, конечно же, укреплению мира. Брещане спешили в этот день в городской парк, чтобы хорошо провести время с семьей, а основное внимание было приковано к главной сцене, где поздравляли победителей областного конкурса профессионального мастерства умельцы Брещины. Конкурс стал уже таким значимым, знаковым событием. Это лучшие люди в своих профессиях, в сельском хозяйстве, в промышленности, в строительстве, в социальной сфере. У нас много людей в Брестской области, которые добиваются высоких результатов в своих направлениях деятельности, тем самым прославляют нашу страну, нашу область, наши регионы. Почетные грамоты и благодарности в этот день получил 31 победитель конкурса и 10 ветеранов труда. Каждый из этих людей достиг успеха и стал настоящим профессионалом своего дела, потому что искренне любит свою работу и вкладывает в нее душу. Хотелось бы сказать сначала большое спасибо всем организаторам данного конкурса и огромное спасибо за оказанное нам доверие. В свою профессию, мне кажется, самое главное нужно вкладывать душу и любовь, особенно будучи учителем, поскольку в твоих руках будущее многих. И если ты не будешь любить каждого из них, то, мне кажется, им будет по жизни идти дальше трудно. А если они будут любить тебя, уважать и ценить, и вы найдете друг с другом взаимопонимание, то все получится. Очень люблю свою работу, очень люблю свое отделение. Мы занимаемся выхаживанием недоношенных деток, которые родились раньше срока. Это малыши, которые требуют особого ухода, особого отношения. И благодаря тому, что мы потом общаемся с мамой, мы видим результат своего труда. Для доктора всегда самое главное качество – человеколюбие и доброта, наверное. И такое внутреннее желание всем помочь. Я свою работу очень люблю, нравится. Романтическая очень работа мне интересная, ответственная. Нравится переводить людей, общение с людьми, движение, дорога. На каждом своем месте надо трудиться упорно, достигать мастерства, и тогда будет успех, и будем добиваться профессионализма. Всем, кто пришел 1 мая в городской парк, этот весенний праздник запомнится надолго. И хотя лозунг «Мир, труд, май» сегодня звучит как «Привет из прошлого», но мирный и созидательный труд – это то, что ценится во все времена. Ведь труд, он объединяет всех. И эта тема очень актуальна для нас, потому что год 2023 – это год мира и созидания. А у нас во главе стоит человек труда. И мы выбрали свой ориентир на будущее. Это мирный и созидательный труд, мирная страна. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.